у оккупантов несколько изменилась пропагандистская риторика от насмешек и на киев за три дня до обсуждения возможных направлений нашего весеннего контрнаступления признал вражеский военный обозреватель что дело у них на фронте весьма плохи и украинское контрнаступление будет мощным на фронте ситуация действительно тяжелая в большей степени однако нужно понимать что вот зимняя кампания без серьезных масштабных прорывов сражений это время которое украина использовала для накапливания сил и средств в тылу для того чтобы весеннюю кампанию попытаться масштабно контратаковать и вот то что сказал подоляка ну по моим ощущениям и моим прогнозам они скорее всего в преддверии 9 мая захотят совершить контрнаступление то есть возможно 7 или 8 мая на их праздник поэтому я прогнозирую что скорее всего один из основных ударов это будет на запорожском направлении через так маг между мелитополем и бердянском то есть без захода в эти города просто между ними до азовского моря с целью обрезать сухопутный коридор к крыму без сухопутного коридора оборонять крым в случае масштабного наступления уже на крым в будущем будет других основных ударов может быть где-то на донецком направлении может быть в направлении волновахи может быть это зависит от того как мы подготовим оборону кроме того поступают сведения о том что противник готовится сейчас контратаковать на артемовском направлении то есть они сейчас подтягивают серьезные силы в час афьяр константиновку славянск дружковку в эту агломерацию городов и планируют нанести контрудар по флангу скорее всего контрудар будет производиться ближе горловки то есть на стыке между на стыке подразделений то есть между бойцами чвк вагнер и армейскими подразделениями ну как правило практика этой войны до начала своего войны на донбассе такая техника это что они сейчас готовят в тылу несколько десятков новых бригад которые полностью перейдут на технику и вооружение нато это говорит о том что дело не в том что там натовская техника какая-то супер хорошая лучше нашей или хуже нашей дело в боеприпасах дело в том что все нато становится украинским тылом и у них будет неограниченное количество боеприпасов к этой технике вот это самая опасная ситуация ну и конечно же хаймерсы которые уже проявили себя многие говорят о том что хаймерсы ни на что не повлияли на фронте и так далее на самом деле это ложь хаймерсы проявили себя очень серьезным и грозным оружием и повлияли на многие моменты в том числе и сорвали многие наступательные действия с нашей стороны потому что были намерения просто об этом в открытых источниках информации нет и заявлений но неоднократно были намерения на том или ином участке фронта переходить совершать контрнаступательные действия которые могли закончиться нашим успехом если бы не работа хаймерсов если бы конечно же не разведка которой полностью украину снабжают страны нато причем это разведка и агентурная спутниковая и другая радиотехническая и тому подобное все виды разведки нато в распоряжении украины поэтому ситуация на самом деле сложная нужно это понимать кроме того активное производство беспилотных летательных аппаратов дешевых которые вот до начала военной операции все восемь лет к сожалению противник развивал волонтерское движение потому что волонтеры это люди которые способны в стороне от впк мониторить современные технические решения которые можно применять на фронте и закупать их без каких-то комиссий бюрократических машин которые в каждой армии есть и многие армии мира используют волонтерскую помощь для улучшения усиления своей своей боеспособности и вот в украине за восемь лет очень серьезно стимулировалась и мотивировалась волонтерское движение и вот сейчас когда началась военная операция мы видим что волонтеры очень серьезно обеспечивают уже готовые волонтерские организации с готовыми базами они просто сейчас массово производят дешевые беспилотники дроны и камикадзе скоростные которые в принципе на некоторых участках фронта ну серьезную опасность несут и мешают логистики и просто любой автотранспорт или военная техника которая светлое время суток появляется на определенных участках фронта сразу мгновенно наносится удар этими дронами поэтому ситуация сложная